Дилфи, Литва, после визита в Москву Литва призвала Эстонию согласовывать действия. Саулюс Якученис. Дилфи.ЛТ, Литва. 23 апреля 2019 года. Обычно мы это координируем и действуем объединенно, всегда это более эффективно, поскольку всегда будут попытки расколоть нас и поверить в единство европейских или балтийских стран, сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус, комментируя встречу президента Эстонии Керсти Кальюлайт с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что Таллин до визита Кальюлайт в Москву не предоставлял информации о вопросах, которые планируется обсуждать. Все же министр выразил надежду на то, что Эстония предоставит больше информации после встречи. Линкевичус подчеркнул, что не хочет оценивать визиты должностных лиц с других стран, но добавил, что Россия актуальна продемонстрировать, что нет изоляции, возможно, создать впечатление обычного сотрудничества, которому способствуют такие визиты. Диалог не должен становиться своеобразной дымовой завесой для отсутствия изменений, а лишь создание впечатления обычного сотрудничества, сказал глава литовской дипломатии. Все имеет смысл в том случае, если есть какие-то ощутимые результаты, которых мы очень ждем и надеемся на них, добавил он. Министр утверждает, что обычно после встреч с представителями западных стран не меняются не только действия, но и риторика России. Россия ведь не сожалеет, что в 2008 году аннексировала 20% территории Грузии или в 2014 году аннексировала Крым, сказал Ленкеович Ус, называя на литовском языке Грузию Сокартвило. Одна из целей России – создать так называемое новое нормальное состояние, что все, что произошло, является фактом. И давайте шагать дальше, сотрудничать, сказал Ленкеович Ус. Легитимизация этой новой нормальной ситуации, после совершения незаконных действий в международном праве – это одна из целей. Конечно, впечатление диалога и сотрудничества закрепляет позицию о том, что все идет так, как и должно быть, в обычном русле, отметил он. И на это нужно смотреть осторожно, добавил министр. Евросоюз ввел санкции в отношении России в связи с аннексией Крыма и ее роли в конфликте в Восточной Украине. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует... Продолжение следует...